Американские фьючерсы начали неделю в приподнятом настроении, торгуются они в умеренном плюсе, на общем позитивном фоне. Рост составляет от почти 1% по индексу РАЗ в 2000, по S&P500 у нас рост составил на 0,6%, небольшой рост по NASDAQ и по индексу ДОУ у нас наблюдается. Оптимизм у нас продолжает сейчас стимулировать заголовки, которые последовательно сдвигают дату начала массовой вакцинации все ближе и ближе в развитых экономиках. Соответствующие рыночные ожидания у нас постепенно смещаются со второго квартала 2021 года на первый квартал 2021 года, даже на первый месяц квартал этого. Цены на нефть у нас хорошо задают также общий положительный тон торговли. Сегодня у нас рост превысил 1,5%. Все это происходит благодаря тому, что у нас формируется ожидание нового инвестиционного цикла. И обычно во первую фазу нового цикла у нас цены на энергетику, товарные рынки показывают обычно высокую доходность, потому что ожидается, что перезапуск, будем так говорить, экономики, он будет сопровождаться ростом спроса на сырье, на первичные товары. Значит, также у нас сейчас рынком нефть руководят ожидания положительного решения ОПЕК. Заседание у нас пройдет 30 ноября. И, как ожидается, у нас ОПЕК примет решение продлить существующие квоты на добычу. Сейчас ОПЕК плюс Альянс убирает с рынка примерно 7,5 миллионов баррелей в день. Из-за новых локдаунов, которые вводили в Европе, еще в отдельных странах некоторых, предполагается, что снова начал наступать переизбыток на рынок, и ОПЕК должен среагировать, он должен подстроить предложение, и сделать он может это посредством того, что продлевает он существующие квоты на добычу до конца первого квартала 2021 года. Это должно поддержать рынок и ускорить, собственно, ребалансировку. Так вот, положительное решение ОПЕК, это сейчас очень важный фактор для роста нефти. Сейчас в росте нефти, который у нас наблюдается, получается, с начала ноября, можно видеть, что у нас прибавка составила более 20%. Здесь, в этой волне роста, очень много сейчас заложено ожиданий позитивного решения ОПЕК 30 ноября. Поэтому ближе к этому заседанию у нас ожидается высокая волатильность, но, естественно, если не оправдается ожидание, если ОПЕК у нас решит не продлевать квот на добычу высокий, и будет постепенно наращивать продолжение, цены, конечно же, среагируют вниз. Это будет очень неприятный шок. Также сегодняшнее позитивное настроение на рынке нефти поддержал отчет Бейкер-Хьюдж. Давайте посмотрим, что он у нас показал. Значит, число буровых вышек, несмотря на 20% рост нефти с начала ноября, на последнюю неделю, которая оканчивается 20 ноября, число буровых вышек у нас сократилось с 236 до 231. Обычно, когда у нас цены растут, число буровых вышек также растет, буровая активность американских нефтяников растет, потому что, собственно, перезапускается нефтяная отрасль в США, тогда, когда цены растут, производство становится более рентабельным. Вот на прошлой неделе, как мы видим, произошло снижение, то есть буровая активность замедлилась. Естественно, это говорит о том, что в краткосрочной перспективе из-за этого предложения будут расти не таким высоким темпом в США, как предполагалось, поэтому это также поддерживает нефтяные цены. Что еще? У нас также в пятницу появилась очень важная чета потребительской уверенности. Это первый такой важный сигнал, первые такие важные данные, которые позволяют оценить степень шока от новых локдаунов в еврозоне, прежде всего на компоненте ООП. И очень таким хорошим исчерпывающим индикатором в этом направлении, в этом отношении является у нас потребительская уверенность. Так вот, индекс потребительской уверенности чуть даже лучше получается, на выше чем ожидание, минус 17,6 пунктов у нас актуальное получается значение оказалось, прогноз был минус 17,7%. Это говорит о том, что шок от новых коронавирусных мер в еврозоне, он в принципе оказался такой, как рынок ожидал. Это вот первый указатель, первый сигнал того, что шок будет примерно такой же, как ожидает рынок. Нечего бояться какого-то более сильного шока. Да, были ограничения, но так сильно они по экономике не ударили, как могло бы быть. Да, и это вот первые сигналы об этом. Являть как раз таки данные, опросные данные, такие как индекс потребительской уверенности, это очень хороший сигнал, на который нужно обратить внимание. Значит, теперь давайте посмотрим на то, как у нас двигались основные валюты против доллара с начала ноября. Лучшую динамику, как мы видим, у нас показывают такие валюты, как новозеландский доллар и австралийский доллар. Лучшую динамику у нас показывают валюты, где преобладают защитные активы. Это японская иена и швейцарский франк. Хорошо у нас идет фунт, да, он где-то посередке находится, но чуть выше, например, чем евро и канадский доллар. Все это говорит о том, что опасения, связанные с Brexit, с замедлением экономики из-за того, что не смогут ЕС и Великобритания договориться о выгодной сделке после выхода в Великобританию, значит, постепенно эти опасения ослабляются. Естественно, фунт хорошо на это реагирует. И я, на мой взгляд, очень еще много, получается, опасений заложено в фунт. И как раз таки устранение вот этого отдельного риска в виде Brexit будет толкать его наверх, будет позволять показывать более высокую доходность, чем, наверное, тот же самый евро-доллар. Еще один очень важный момент, который можно выделить из этого графика, это то, что растут у нас лучше всех, получается, валюты, которые связаны, больше всего связаны с обычаей фазы делового цикла. То есть товарные валюты. Это новозеландский доллар и австралийский доллар. Так как, собственно, у них преобладает сырье в экспорте, все это говорит о том, что рост товарного рынка, рост ожидания нового инвестиционного цикла, они также у нас поддерживают валюты, собственно, в экспорте которых преобладают товары. И ожидается, что компании в этих странах, у них вырастет выручка, поэтому их активы предполагается, что они недооценены, в них нужно вкладываться. Собственно, поэтому мы видим приток капитала в Австралию, в Новую Зеландию и повышенная, получается, доходность, которую у нас показывают новозеландский доллар и австралийский доллар. Это еще одно, собственно, подтверждение того, что у нас есть ожидания нового инвестиционного цикла. Растут у нас товарные валюты, растет у нас товарный рынок. Все это говорит о том, что оптимизм на рынке у нас будет некоторое время сохраняться, если не возникнет какой-то новый крупный шок на рынке. При этом можно также отметить, что доллар у нас является основным аутсайдером. Все вот эти валюты, да, они показали положительную доходность относительно доллара. Вот у нас разделительная черта. Мы видим, что доходность всех этих основных валют против доллара, она положительная. То есть среди основных валют у нас, по сути, получается доллар сейчас главный аутсайдер. В связи с этим я ожидаю, что у нас доллар на этой неделе у нас может протестировать отметку в 92 пункта. Он сейчас, в принципе, близится к этой отметке, как мы видим. Я считаю, что состоится у нас тест, но решительного пробоя вниз у нас на этой неделе не произойдет. Почему? Потому что, во-первых, на этой неделе у нас снижены объемы торговли вообще, расслабленный режим торговли, так как в четверг у нас день благодарения, в пятницу черная пятница, совершенно это пониженные объемы. Это меньшее число участников рынка, которые принимают какие-то решения, которые сильно могут двинуть рынок. Поэтому да, если будет тест на оптимизме, который у нас сейчас есть, то он будет кратковременный. Дальнейшее движение вниз можно ожидать на следующей неделе. Новостной календарь по предстоящим событиям. У нас довольно-таки скуп на события. Можно сконцентрироваться на среде. У нас публикация протоколов ФРС состоится. В среду наиболее важный отчет из всех, которые у нас будут доступны за эту неделю. Почему? Потому что будет сосредоточено очень большое внимание на том, поступят ли намеки от ФРС по поводу декабрьского увеличения программы количественного смягчения. Я думаю, что нет. Но вот есть сейчас такие ожидания, что ФРС скажет что-то медвежье для доллара. Публикация протоколов создания ЕЦВ по монетарной политике в четверг у нас будет низкий объем, поэтому не ожидается большой реакции рынка на этот отчет. В среду также стоит посмотреть, что у нас с ПОП в третьем квартале в США и первичные заявки на пособие безработицы, которые позволят отценить рынок труда перед выходом Non-Farm Pay Ross в декабре. Вот и все. Это все, о чем я сегодня хотел рассказать. Если у вас остались какие-то вопросы или назрел комментарий, то, пожалуйста, можете поделиться с ним под видео. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. На этом я завершаю свой обзор. Всего доброго. Торгуйте в профит.